Добрый день, дорогие друзья! Сегодня в копилочку интересных, необычных, но простых узоров мы добавим с вами вот такой двуцветный узор под названием буфы, он же пузырьки, он же пупырки. Можно вязать как обратными рядами, так и на круговых спицах. Итак, для вязания данного узора обратными рядами количество петель должно быть кратное 4 плюс 3 для симметрии. У меня это 32 петли основного узора плюс 3 дополнительные. При вязании на круговых спицах количество петель кратное 4 плюс 1 для соединения в кольцо. Итак, петли я набрала самым обычным способом. Провязала 1 изнаночный ряд и теперь нам необходимо провязать 6 рядов глади. Теперь я присоединяю нить другого цвета, хвостик я позже спрячу в полотно. Первую кромочную провязываю для того, чтобы соединить нити. Далее вяжем следующим образом. 3 лицевых. 1, 2, 3. Дальше смотрите за руками. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Сюда провязываем лицевую имеющуюся петельку, сбрасываем. Опять лицевые. 1, 2, 3. Опять отсчитываем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. В нее провязываем. Петлю сбросили. Опять. 3 лицевых. 1, 2, 3. Отсчитываем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Провязали. И так до конца ряда. Изнаночные. Кромочную снимаем. Теперь наша задача просто провязать все петли изнаночные. Все-все петельки подряд. Обычные изнаночные петли. Готово. Далее мы берем розовую нить и наша задача связать 6 рядов глади. Я подошла к кромочному краю с двумя нитями. Обратите внимание, как я их провязываю. Я беру 2 нити и обеими провязываю кромочную. Тогда будет край крепким и мне не понадобится как-то дополнительно нити прятать. Беру розовую нить и продолжаю вязание. 6 лицевых рядов готовы. Беру белую нить и вяжем. Кромочную мы снимаем. Далее 1 лицевая и 6 петелечек вниз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот в 6 петелечку провязываем. То есть у нас происходит смещение узора, как будто шахматная доска. Заново. 3 лицевых. 1, 2, 3, опять 6 вниз считаем. Ну я уже вижу, где это будет точка. Провязали. И так до конца ряда. Изнаночный ряд, как обычно, все петли изнаночные. Готово. Наш раппорт закончен. Теперь мы повторяем вязание, начиная с первого ряда узора. И таким образом у нас будет формироваться красивое объемное полотно. Обратите внимание на край. Он аккуратный, ровный. Никакие ниточки не выделяются. Я надеюсь, что данное видео было полезным. До встречи, друзья. Увидимся. Пишите в комментариях, нужны ли еще такие мастер-классы. Всем до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok